здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале портбокс сегодня видео про динамометрический ключ как только вы попросили снять как я проверял свой динамометрический ключ я сразу снял но когда начал делать видео я понимаю что я не могу обойти стороной вопрос про выбор динамометрического ключа тем более что вы когда-то про это просили тем более что было видео про подарки которые автомобилисты хотели бы получить и вот там динамометрический ключ где-то в первых рядах был самый наверное желанный инструмент который бы люди хотели получить себе в дар только как его выбрать это вот большой вопрос поэтому я разделил видео на две части вторая часть проверка а сегодня про выбор динамометрического ключа но вначале небольшой анонс через несколько дней на канале выйдет большое видео 45 минут это интервью настоящее живое интервью оля юрий дуть и вот на какую тему время от времени на канале выходит видео с обзором производителей по разной теме подвеска тормоза еще там что-то где рассказывают какие бренды у нас есть на складах чем мы торгуем и как бы почему и вот посмотрите кусочек прошлогоднего видео хочу задать вам вопрос напишите в комментариях ваше мнение по вот этим желтеньким фирмам и тут стали приходить запчасти подвески фаг шрусы фаг вот что это такое понимаете мнение разделились одни говорят что это рубиль авторы говорят что нет это не рубиль хотелось бы собрать больше информации в прошлом году подвеску фаг я выделил желтым цветом у меня было недостаточно информации и терзали сомнения в том числе почему такая низкая цена потому что цена на подвеску фаг в значительно ниже например чем цена на лимфердер самая низкая цена по подвеске это у нас осметал ну из того что мы продаем из того что например не стыдно продавать осметал потом идет ртс и вот где-то там уже идет фаг то есть он дешевле например чем трв дешевле чем даже мук ну и конечно значительно дешевле чем лимфердер а производитель поставщик на конвейеры мирового уровня и вот все время терзали сомнения что что-то тут не так или это рубиль или это китай или это непонятно что наконец все ответы получены я записал интервью с представителем шеффлер групп где он честно ответил на все вот эти вопросы и прорубить в том числе это было очень сложное видео для меня по двум причинам технически сложная и с точки зрения содержания технически потому что это живое интервью там где я и гость мы сидим в студии нас снимает несколько камер у нас микрофон и петлички но только вот беда у меня нету ни студии ни камер не петличек на помощь пришла компания bm parts они являются официальным дистрибьютором шеффлер групп шеффлер с ними естественно вконтакте договорились бы bm parts предоставила любезно для съемок свой офис красивый и дала по пользоваться техникой поэтому сняли уже знаете по-взрослому на три камеры с микрофонами и так далее второй вопрос по содержанию здесь конечно уже никто тебе не поможет потому что когда ты разговариваешь с производителем любой продукцией или запчасти вообще любая продукция не может производитель не хвалить свою продукцию вот и на это был бы нонсенс и вот вопрос иногда это такая знаете голая похвальба ну как бы реклама реклама а иногда это очень аргументированная информация и вот как записать интервью так чтобы это не было реклама реклама вопрос весьма сложный но удалось это сделать или нет ценная информация в этом видео для вас уважаемые зрители или нет на этот вопрос сможете ответить только вы просмотрев это видео ну а теперь к теме нашего видео динамометрический ключ давно я себе хотел его купить я менял сальники клапанов надо было откручивать клапанную крышку оси карамысел ну вот но я обходился без динаметрического ключа способом про который мы с вами будем говорить во во втором видео там где проверка динаметрического ключа потому что суть проверки и заключается в том чтобы мы каким-то образом научились с вами создавать заданный момент например 10 ньютон метров на ключе мы накрутили 10 ньютон метров этим моментом потянули ключ и он щелкнул если все совпало значит все точно если ключ щелкнул раньше или позже значит есть погрешность но об этом всем как научиться создавать правильный момент и в принципе как обойтись без динамометрического ключа об этом всем следующем видео сейчас про выбор в общем даже тогда меня давила жаба вот это вот большая и нет и никак мне не позволяла сделать эту покупку аргументов было два высокая цена где-то я тогда смотрел 1000 полторы тысячи гривен и вторая сложность это выбор диапазона потому что когда ты начинаешь выбирать динаметрический ключ ты видишь что они в разных диапазонах и какой ключ выбрать понятное дело что если ты сервис ты себе можешь позволить купить несколько ключей но мы обычные люди которым ключ нужен там раз извинить меня в сто лет не можем себе позволить но если вы не олигарх конечно по этой причине мои советы навряд ли будут полезными для каких-то сервисов из того и людей которые профессионально занимаются ремонтом машин пусть даже в частном порядке а вот для обычных любителей типа меня которым время от времени надо что-то закрутить с нужным моментом советы могут и пригодится я выбирал динаметрический ключ так я взял техническую информацию по своей машине и смотрел какие там используются моменты затяжки а потом я выбирал ключи с диапазонами но я не хочу вас направлять на этот путь слишком длинный я вам сразу покажу короткий путь и вот скажите мне до рекламы это или не реклама если я вам покажу ключ и скажу я вам не скажу какой это производитель потому что это реклама что вы напишите в комментариях какого хрена а если вам сейчас покажу производителя вы в комментариях опять напишите это реклама какого хрена ладно неадекватных рекламистов будем банить значит я себе купил вот такой ключ производитель intertool диапазон 7 105 ньютон метров в общем я рассудил так что мне нужен максимально широкий диапазон если вы знаете какие-то модели ключей с более широким диапазоном или который доступен в ваших краях пожалуйста пишите рекламируйте в комментариях не буду удалять эти ссылки даже если вы продаете эти ключи пишите так и быть максимально широкий диапазон момента 7 105 ньютон метров и теперь мы с вами сделаем я вам предлагаю сделать наоборот вы открываете техническую информацию по вашему автомобилю и просто смотрите вписываются ли те моменты которые там написаны в диапазон 7 105 это поверьте намного легче сделать вот давайте на моем примере посмотрим значит как у меня происходило внутри меня как бы поселилась две тварюки одна из них жаба а вторая из них червяк червяк короче грыз меня изнутри говорит дима тебе надо проверить вкладыши тебе надо проверить вкладыш голос разума говорил дима вкладыши скорее всего в норме а червяк такой грызет понимаете и второе это жаба который говорит да ну блин покупать такой дорогой динаметрический ключ в общем я решил пойти на lx и посмотреть почем динаметрические ключи там скажем ширпотреб и смотрю что есть ключи 500 600 гривен это вот этот ключ интертул 500 600 гривен страна производства кстати чего тайвань 500 600 гривен жаба так призадумалась и в конце концов дала добро чему сильно обрадовался червяк что наконец он меня до грыз мне надо было поменять вкладыши я решил шатунные и продиагностировать посмотреть вкладыши коренные и вот посмотрите на схему мануал к моей машине рисует схемы вот в таком виде здесь вот есть болты и гайки и там написан момент затяжки раньше мы на эти моменты не обращали с вами внимание когда у нас не было динаметрического ключа но сейчас мы уже смотрим с некоторым даже интересом и вот видно что коренной я стрелочкой вам показываю болт коренного вкладыша затягивается с усилием 34 ньютон метра а у ключа 705 вписываемся вписываемся следующая картинка шатунный вкладыш шатунный вкладыш затягивается гайка с усилием 17 ньютон метров там кстати специальная гайка 17 ньютон метров вписываемся вписываемся ну давайте еще пару картинок посмотрим для интересу вот посмотрите масляный поддон фильтр масло насос посмотрите на редукционный клапан вот там вот этот болт или гайка или пробка затягивается с усилием 44 ньютон метра это между прочим не так не так и мало а вот болты поддона боже что мой 7 ньютон метров ключ начинается 705 наверное 7 он точно вам не щелкнет но в общем я так понял что я всю жизнь эти болты перетягивал потому что я думаю что я их затягивал ну как минимум в два раза в большим моментом на ощупь но это еще не самая плохая новость дальше вы увидите конечно многие покупают динаметрический ключ тогда когда им надо лезть в головку снимать головку двигателя потом ставить это очень ответственная вещь важно чтобы там был очень правильный момент и правильной схемы затяжки вот моей машине болты головки затягиваются с моментом 49 ньютон метров а у ключа 705 следующая картинка ну давайте под клапанную крышку заглянем вот это оси коромысел момент затяжки 31 ньютон метр это те вот которые я затягивал без динаметрического ключа но посмотрите на клапанную крышку ребята три с половиной ньютон метра я не знаю можно голову давать на отсечение что вот простые автолюбители не смогут создать рукой момент три с половиной ньютон метра потому что это настолько слабая затяжка я думаю что ваша затяжка вручную где-то будет начинаться вот 10 ньютон метров ну и в конце концов можете посмотреть обзорную картинку вот так вот выглядит двигатель все что там обвешено датчики различные которые перетянешь он треснет глушители коллекторы впускной выпускной тоже можете посмотреть какие моменты затяжки это создаст у вас в голове вот эти картинки у вас в голове создадут понимание вообще что есть эти моменты от себя могу добавить что есть как минимум я знаю три вещи где очень многие из за того что они превышают момент не то что портит двигатель но попадает неприятную ситуацию первое друзья если я прав там поставьте плюсик в комментах или еще что-нибудь первое болт слива масла в масляном поддоме эта вещь которая перетягивают все во всем мире потому что лень каждый раз ставить новую шайбочку а иногда бывает шайбочка надувная одноразовая вообще там надо каждый раз по идее шайбу менять но ленятся ставят старую и затягивают потуже причем ситуация настолько плачевно во всем мире что есть даже ремкомплекты для восстановления резьбы в поддоне ремкомплект там три мячика и три болта под этими чеки три новых масло сливных болта которые вы можете закрутить опять перетянуть потом второй поставить 3 следующая свечи свечи зажигания у бензиновых машин и свечи накала у дизельных машин это тоже те вещи где довольно часто ну особенно по молодости особенно когда первая машина знаете затягивают так чтобы не дай бог не открутилась то свеча я лично так делал я лично выводил из строя свечи вот на своем ланцере когда пересел с audi 80 там свечи большие а здесь вещи такие тоненькие и чуть-чуть перетянешь и все изолятор начинает крутиться а я думаю что свечи выходят из строя китайская подделка не ума-нимая вовсе не в подделке дело свечи ну и третья вещь конечно это клапанная крышка потому что как вы понимаете момент затяжки три с половиной ньютон метра этот момент в принципе не существует в головах наших людей как такой слабо затянутый болт может что-то там держать вот ну и еще добавить хочу что вообще все что касается головки головки двигателя довольно чувствительно к правильному моменту потому что стальной болт закручивается в алюминиевый сплав и большой беды можно наделать если с неправильным моментом что-то закручивать особенно в той части которая касается грм ремень грм или все что вокруг него вы вкручиваете болты или шпильки в алюминиевую головку с не не с тем моментом в общем для резьбы это может оказаться очень плачевно а последствия самые катастрофические ради интереса напишите вот кто опытный наверняка опытные люди смотрят напишите пожалуйста где еще очень важно соблюдать точный момент затяжки но не внутри двигателя про болты головки про все что внутри двигателя мы и так знаем это понятно а вот не совсем как бы очевидные вещи напишите пожалуйста в комментариях резюмируя мы выбираем сначала диапазон если вы такой же новичок начинающий как я вы выбираете максимально широкий диапазон потому что вы просто не знаете что вы будете крутить через месяц дай бог что ничего не понадобится но как бы на все случаи жизни максимально широкий диапазон это первое второе по брендам принципе интертул я так понимаю вполне можно брать судя потому что я посмотрел но вы у себя можете посмотреть бренды которые ближе к вам и дальше встанет вопрос раз уже как у меня раз уже ключ такой дешевый насколько он точный и вот это все нам предстоит проверить в следующем видео как проверить ключ как погрешности в нашей проверке могут повлиять на результаты проверки и какая точность нам вообще-то и нужно и что делать если ключ не точный как обычно коротко не получилось на этом я с вами друзья прощаюсь вашим машинкам бегать не ломаться лично вам всего самого хорошего